Всем привет! Сегодня про Nissan Ariya будет видеоролик. Итак, Nissan Ariya это полностью электрический автомобиль. Сейчас вам расскажу подробнее, что он из себя представляет. Автомобили продаются в городе Новосибирск, в компании Сибирские моторы. Есть несколько вариантов. Кому нужно номер телефона, пожалуйста, поставьте на паузу, звоните. Можете приобрести в городе Новосибирск. Это полностью электрический паркетник от компании Nissan. Сейчас покажу вам внешность. Кое-что расскажу из того, что есть наружу. И пойдем, наверное, вовнутрь, потому что у нас сегодня очень ветрено. Так выглядит со стороны машина. Два мотора здесь. Чуть попозже расскажу характеристики, пока про внешность. Значит, из-за того, что внешне есть. У нас камеры кругового обзора, парктроники в круг. Полностью диодная оптика сзади. Очень круто выглядит машина таким вот образом. Боковая линия. Видно, что это паркетник. Здесь даже двери у нас закрывают пороги. То есть, ноги будут чистыми, когда будем в нее забираться. Есть бесключевой доступ, понятное дело. Автомобиль у нас заряжается как от стандартной сети. Здесь вот есть зарядочка. Точнее, разъем. Так и с обратной стороны у нас есть разъем для быстрой зарядки. Таким образом он выглядит. Спереди у нас полностью диодная оптика. Свет переключается с ближнего на дальний автоматически. Парктроники, камеры кругового обзора. Вот у нас передняя здесь тоже есть. Здесь место под сонары. Радары различные. Здесь есть адаптивный круиз-контроль. Система автопилота. И прочие-прочие штуки. Очень заряженная тачка. Это самая, наверное, максимально возможная комплектация. И все, что только можно, тут есть. Вот, собственно, такая внешность у машины. Сейчас пойдем внутрь. И более подробно рассмотрим функционал и характеристики этой машины. Еще раз внешность по кругу покажу. Вот, кстати, для сравнения. Lexus RX 300. И вот где-то плюс-минус. Она похожих размеров, форм. Думаю, в том же классе где-то плюс-минус машина. Ну, понятное дело, что это электричка. Вот, но еще, кстати, здесь есть багажник с электроприводом. Такого уже, наверное, как в Lexus. Плюс-минус размера. Так выглядит. Сиденье раскладывается в пропорции 60 на 40. То есть, в принципе, довольно привычная нам компоновка. Есть подпол. Сабвуфер акустической системы Bose. Провода для зарядки в комплекте имеются. Компрессор даже есть. То есть, можно колеса заклеить. Ну и, соответственно, запасного колеса здесь нет. Таким образом, задний ряд выглядит. Здесь у нас кожаный салон. Кожа с перфорацией. Имеется подогрев сидений заднего ряда. Type-C разъем. И стандартный, это очень хорошо, USB разъем. Воздуховоды климатической системы. Так выглядит задний ряд. Здесь классные материалы. Очень мягкий пластик. Вставки из алькантара. Кожаные вставки. То есть, ну, даже карта дверей классная тут. Сиденья, видимо, подушки безопасности. Шторки имеются у нас тоже. В целом, упакован, конечно, прилично автомобиль. Таким образом раскладывается сиденье. И получается очень много места в багажнике. Ровный пол. Еще, кстати, обратил внимание, такая деталь. Ремень здесь не болтается. Сверху прячется немножко под сиденье. Удобно очень. Вот мелочи такие приятные. Есть подлокотник на заднем ряду с двумя подстаканниками. Обычный. Перемещаемся на задний ряд. Здесь у нас панорамная крыша. Огромная. Что касается места на заднем ряду, то вот такое вот его количество. Здесь плюс-минус сам за собой я сижу. Места много. Над головой тоже хватает места, в принципе. Но, опять же, у меня рост в районе 170 сантиметров. Мне удобно в любом автомобиле. Вот, если вы рослый товарищ, то, не знаю. Ну, тоже сможете разместиться. Я думаю, то, что места хватает здесь, в принципе. Покажу немного подкапотки вам. Из того, что сразу бросается в глаза палка. Соответственно, нету газовых упоров даже. Здесь аккумулятор стандартный. Вся электроника. Ну, и такие вещи, как тормозная жидкость там и прочие необходимые жижи. Вот так выглядит подкапотка. Капот, кстати говоря, очень легкий. Видимо, из алюминия или из чего-то такого сделан. Легкий прям. Идем на место водителя. Будем разбираться с ним. Так выглядит карта дверей. Похожая на задний ряд. Водительское сидение с боковой поддержкой. Тоже у нас есть. Кожа с перфорацией. Такого цвета интересного. Синенького. Подлокотник. На него, кстати, стоит особое внимание обратить. Здесь беспроводная зарядка имеется у нас. Еще есть такая штука. Он движется. То есть, с этой кнопкой мы можем его настроить под себя. Очень удобно. Супер удобно. Здесь у нас два разъема для зарядки Type-C и обычный USB. Сюда же мы можем положить смартфон свой. Так, кстати, выглядит ручник. То есть, нужно на себя потянуть его. Он электрический, понятно. Здесь у нас тоже различные кнопки. Куча помощников. И в том числе видит он и пешеходов у нас, и прочие препятствия. И чего здесь только нет. На самом деле, ну, сейчас попробуем разобраться немножко. Сидение с электроприводом. Поясничный упор регулируется даже. И две ячейки памяти. Руль тоже у нас с электроприводом. Можно настроить по высоте, по вылету. И еще, когда мы садимся в автомобиль, заводим его, скажем так. На кнопочку нажимаем, сидение подвигается к рулю. Чтобы запустить автомобиль, нужно нажать педаль тормоза. И кнопку запуска. Вон, сидение у нас подвинулось немного. По внутреннему убранству у нас есть здесь эроглонасс даже. Шторка с электроприводом на панорамной крыше. Люк имеется в крыше. Такое вот зеркало интересной формы. Квадратный. Редко встретишь с автозатемнением, понятное дело. С камерой заднего вида. То есть, на себя ее. Нажимаем кнопочку, включается у нас камера заднего вида. Угубная штука. Так выглядит мультимедийная панель. Здесь два дисплея. Так вот, все это сделано красиво. Единственный вопрос, который возникает производителю Nissan. Это почему так экономят на камерах. Не очень хорошее разрешение. В целом, все видно. Камера кругового обзора, все работает. Но разрешение... Блин. Вот на всех Nissan есть такая проблема. Почему она существует, я, честно говоря, не знаю. Есть за что поругать. Так, в целом, тачка, конечно, очень крутая. Вот камеры кругового обзора и паркторники у нас имеются. Так выглядит подлокотник. Здесь два подстаканника, шторка, управление автомобилем. Я, честно... Ну, drive mode, понятное дело, у нас имеется. То есть, мы можем выбирать режимы. Eco. Стандарт. Спорт. Автоматический парковщик. Есть у нас тоже здесь... Вау. Вот эти кнопки закрывают у нас бардачок. Вот этот. Вот это, да. Классно. Какие-то документы, видимо, сюда можно положить. Оп. Вот это круто. Круто. Руль выглядит таким образом. Мультимедийная система у нас здесь управляется. Это система автопилота и адаптивного круиз-контроля. Таким вот образом включается. Жалко, что не получится у нас всё потестить в черте города. Машина не на учёте. Не смогу я на ней покататься, к сожалению. А хотелось бы посмотреть. Ну, вот, включается-выключается это всё одной кнопочкой. Руль сам классный. Скошен снизу. Очень удобный хват у него. В целом, всё здорово здесь с рулём. Что касается мультимедийной системы, таким образом она выглядит. Скорее всего, это регистратор. Потому что здесь написано, что он может записывать круто встроенную систему. Но говорят, нужна карточка. Нету карты памяти. Так, дальше посмотрим. TeamStore. Это, видимо... А, ну, здесь ясно. Наверное, можно какие-то ещё приложения доставлять. Очень отзывчивый дисплей. Круто всё работает. Есть даже инструкция по управлению, настройки. Жалко, что не русифицирована только мультимедийка. Куча настроек. Тоже не буду утомлять и показывать вам всё. В общем, можно подключить смартфон. Скорее всего, нету с этим проблем никаких. CarPlay, Android Auto. Да, вот здесь вот это всё нарисовано дело. Вот это вот интересная штука. У японцев, видимо, такая же история, как у китайцев, что тоже полюбили петь караоке. Хм. Incar TV. В общем, здесь всё не на русском языке. Надо разбираться. Так выглядит мультимедийка. Климат-контроль и управление им здесь у нас находятся. Сенсорные клавиши. Вот. Ну и, соответственно, он у нас двухзонный. Не выглядит таким образом. Есть подогрев руля из того, что я вижу. Сидения отдельно управляются. Подогрев мы можем регулировать от сидений отсюда. Соответственно, и переднего, и заднего ряда. Это очень удобно. Ещё хотел показать вам другого цвета. Такой вот золотистый. Есть вариант. В салоне стоит в моторах. И вот так вот он выглядит. Тоже очень круто. Ну, для сравнения, он там серый вариант. А здесь вот золотистый. Прикольно. Так, ещё показать вам снизу решил автомобиль. Вот таким образом это всё дело выглядит. Днище полностью закрыто. Здесь у нас в середине тачки батарея. Но, видимо, поэтому ещё рулится хорошо машина. Центр тяжести низкий получается. Так выглядит задняя подвеска многорычажная. Напомню, здесь два мотора. Соответственно, полный привод. Вот мы видим привод на задние колёса. Имеется у нас... Ну, всё закрыто. Особо ничего не покажешь. Нигде не подвезешь. Рычаги такие прям массивненькие. В целом довольно надёжно всё это дело выглядит. И вот так спереди выглядит. Спереди, кстати, приводы посерьёзнее. Хотя моторы вроде заявлены одинаковые. Тормоза, широкие диски. Спереди обычный MacPherson. То есть довольно стандартная подвеска. Ну, вот так вот всё это дело выглядит. Пища абсолютно плоская. Теперь немного цифр. Вот обратите внимание. У нас здесь заряжен аккумулятор на 91%. 458 километров запас хода. Запас хода я вам показал в мультимедийной системе. Сейчас немножко расскажу о заявленных цифрах. И чуть-чуть прокатимся по парковке. Автомобиль не на учёте. Поэтому по дорогам общего пользования не проедемся. Очень хотелось бы мне попробовать, как работают вот эти вот все истории с автопилотом, с адаптивным круиз-контролем. Но, к сожалению, на парковке тут смысла нет особого этого делать. В общем, цифры. Мощность автомобиля в лошадиных силах 394 лошадиные силы. Ёмкость батареи 87 киловатт-час. Разгон от 0 до 100 заявлен 5,1 секунды. То есть, очень хороший, бодрый разгон у машины. Запас хода написан на 460 километров. Хотя должен быть, наверное, побольше. Потому что здесь 90% и 452. Но не очень ясно с этим. Максимальная скорость, я думаю, ограниченная 200 километров в час. Мотора здесь два, напомню. И каждый из них по 160 киловатт. Два мотора. То есть, спереди и сзади. Что касается зарядки. Время быстрой зарядки пишут. 40 минут нужно для того, чтобы до 80% зарядился автомобиль. А если мы от сети заряжаем, то у нас до 100% за 14 часов заряжается от сети. Так, ну и всякие там штуки, что сзади многорычажная подвеска, там и прочие вещи. Куча-куча здесь ассистентов. Жалко, что не попробовали. Но поедем, прокатимся. Сейчас просто по парковке хотя бы. Там большая парковка. Попробуем маленькая. Подразогнаться. Посмотрим, как она едет. В целом, все как на обычном автомобиле. То есть, D. Буковка B. Это, я так понимаю, лучше работает рекуперация. Вот эти вот все истории. Вот. И, соответственно, по большому-то счету, даже если вы не едете, ездили на электричке, вы сели и поехали. Единственное, к чему сложно привыкнуть, это к тому, что нету звуков никаких. То есть, ничего не шумит. Соответственно, у нас просто мы сели и поехали. Еще, кстати, обратил внимание, есть проекционный дисплей. Я его не заметил сразу. Сейчас вам сообщаю, что он тут имеется. Сейчас еще, может быть, что-то увижу, скажу. Сейчас немножко прокатимся мы. Вот. Хочется попробовать немножко ускорение машины. Сейчас немножко остановлюсь. О, ускоряется супер-бодро. Супер-бодро. И плюс электрички в том, что весь крутящий момент, он доступен в любой момент времени. То есть, даже если она накатом едет, чуть нажал, ты все равно она на двигателе внутреннего сгорания, он, ну, имеет, короче, плавный такой подъем. А здесь, вон, постоянно, всегда ты знаешь, что если ты нажал на педальку, она полетела. Очень круто. Очень круто. В автомобиле, я думаю, что и в шумоизоляции хорошей, потому что там оживленное движение, и мне ничего не слышно. Но едет очень бодро. Даже на парковке понятно, что и управляется хорошо машина, кренов нет каких-то. Супер-супер. Ну, жалко, что только по парковке получается у нас прокатиться. Так бы хотелось бы, конечно, по дорогам общего пользования бахнуть на ней. Вообще, из глобальных претензий, они должны быть. Разрешение только. Вот почему в Ниссане так экономят на камерах, я не могу понять вообще. И это во всех. Вот там стоят Nissan Patrol. Очень много, кстати, тоже можно в сибирских моторах их приобрести. Ну, на обычных двигателях внутреннего сгорания. Там тоже такая беда с камерами. В чем проблема? Не понимаю. Но едет очень бодро она. Очень. И, кстати, хорошо работает климат здесь. Прохладненько в машине. Классно. Но электричка это своя атмосфера, конечно. Вот такой получился небольшой обзор на Nissan Ariya. Напомню вам, что автомобиль можно купить в городе Новосибирск. В наличии есть несколько автомобилей. Все детали будут по ссылке в описании к ролику. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.